всем доброе утро сегодня день рыбалки сегодня и рыбалки на лодке первый день смотрите вон река там даже есть какой-то кампинг такой как бы заброшенный муниципальный то есть можно там остановиться все там даже электричество существует ну понятно заброшенное все здесь у нас находятся лодки он трактор везет одну лодку которой мы поедем хотел хозяин этого карты на нас вести но потом последний момент он сказал что какой-то еще один трактор поломался ему надо запчасть и он посылает с нами своего помощника и цикель его зовут про сейчас тянет лодку здесь все такое как поселке есть маленький магазинчик который можно купить и снасти которые можно купить как говорят всякие продукты и вот туда спускает и едем сегодня едем ловить хищника постараемся во всяком случае едем ловить хищника дальше увидим что мы там поймаем так что буду снимать дальше посмотрите вот едет наша как говорят трактор лодка на которой мы будем загружать свои вещи о такая так вот находится электростанция мы уже на воде почти почти потому что наш этот самый проводник забыл удочку побежал за удочкой так что вы уже спустились все потому что он хочет еще удочку взять помчался он за удочкой водка у нас вот такая будет сегодня ну принципе для нас нормально на наш четверых на нас трех с половиной которые да вот потому что у нас вот тут есть такая самая симпатичная половинка которую бинокль смотрит ну она по размеру половинка у нас пока что еще так что у нас три с половиной подрастет будет на мы как говорят тоже надо а пока она у нас бинокль смотрит где большая рыба прыгает и вот с той стороны можно принципе она предназначена раз два три на 7 до 9 человек тот альвара предназначенный талант то есть тут девять таких посадочных мест как бы есть так и на этой стороне уругвай вот рыбак кстати запрещенный какой-то штукой тянет то ли сетку то ли что-то такое то ли тромажа типа перемот вон нет это ориентина мы едем в сторону плотины вот плотина электростанция и попробуем полную пачки около плотины вот тоже рыбаки рыбачат но я вижу это больше браконьеры уругвайские рыбаки стоят под уругвайским беремом и так вот плотина на которой вчера туризмом занимались я знаю мы с линии пора бога я не стал угар смотрите наши наживка вам мило покажет только не выпустил воду она знаешь как ему намер потом ловить только не над водой пожалуйста чтобы если даже нам пойдет в лодку понял в воду мы потом наживку не поймали давай я так покажу не надо искать не надо не мучих она не потом это видите как змеи такие вот все нему справку не надо было не замучены здесь камни и бога ловится ловится то есть ловят они ловится пока у нас ничего не клюнуло мы прикормили это самое про киши и кукурузы специальные делает такую бедра закисая стоим на якоре на камнях не у нас не у нашего проводника пока не клюет вот еще лодки приехали вот на этой лодке рядом с вами одну были поймали одну ну как шоу кого-то круто они ничего не круто течение большое смотрите лодка как вот так быстро ушла только не стали на якоре раз и сразу понесло но это нормально тут у нас это самый поставушек стоит на амилю на ажица не тонет и внизу он где-то это живет мотается из-за такого течения он не может опуститься вниз он где-то под верху на все равно у другого то схватит сейчас не подтянем вообще-то размотался это живет с крышей уже украла где-то кто-то по таком течении жильца не поставишь вот он идет на сменим немножко место а то здесь у нас не клевало ничего скажу можно сменить место попробуем еще оба потом поедем на хищника на таран надеемся что где-то что-то все-таки речка есть рыба должна быть пиранина вот так все не надо против вести тебя нет сейчас половим по дуру власть империя может а ну вот так я пограничники посадить каталадку они все тут парами они тут все приграничной зоне знает а вера вера на примера далее ла премьера гран pesкадор Могу. Это очень большой! Браво! Ого! Ого! Мидор! Верно. Верно, верьте! Верно, верьте, верьте! Ого! Ого! Смотрите! Верно, верьте! Верно, как идет вверх. Какой он уходил. не стесняйся ты тоже спешишь? это не боже, это боже Смотри, что огромное! Что огромное это! Это хорошо! Ничего себе! Ну, фоба-то нехилая. Курт, ну ты что делаешь, Думил? У тебя эта куртка потом... Ну что, будешь поднимать? Еще шарфик у тебя есть, чтобы испачкать. Мила, ну... Гранде, гранде. Все? Сейчас, подкай. Вот так глупо, Думил. Что вы будете с этой одеждой делать потом? Ну, сейчас работаем. Пожалуйста. Вот так и все. Грандотто. Не лайчут себя в находу там? Си. Градерина. Страшно. Дай ту. Дай социально. Си. Больше никогда так. А ну сюда, давай покажи ее. Вот так, молодец. Вот так, загни чуть-чуть хвостик вперед и мордочку вперед, а это пускай к тебе так. И вот так голову вперед ей к камере. О, и хвостик подогни тоже так. Ладно, молодец, ты будешь вообще шикаро выглядеть. Для... Для л Lipi stuff? А, есть тааа. Пойдете, дайте мнеmareте... Какая лиза? Маленькая 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 Глоба Маленькая Маленькая Эта мякдж sempre Эта петель оба 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 это сестра мира Субтитры сделал DimaTorzok но для них он большой, а если он всегда будет большой и если он высыпает, он еще один Блок, это дождь. Если вы не хотите, то пройдет. А что это? А где это? Что это? Взрыв. Ух! Что это? Куда ты видишь? Сальто, байлы. Таня, крючок уберем. Не надо, не лезь крючком. Убогий не надо, это не карп. У карпа можно, а в этом убогий не надо. Это он не заглотил. Сальто. Даня, в воду. И Даня, что тебе дадите? Не надо жить по полю, не надо бросать клюет. Ты говоришь, не клюет. Рыбу так бросать не надо. Не надо. Не может быть. А та нина, что пешка, только моё, не пика. Не пика. Ура! Что, союня, которая не пика, не пика. Она же дотаскивала, подождывала немного. Надо ее двигать в воде, искать. Нcole по полю. Ура! 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 Та, да, не светит маленький, да? Да, да. Давайте... Давайте, маленький или маленький? Параза маленький. Да, маленький. Да, небольшой другой бутылок. Как всегда. А еще раз. И можно очень маленький. На этом забывайте. Ух! Я ещё. Ух! Ух, ты куда. Ух, мужик! Как это, да? Ааа. Упс Паса Нет, не вверх Одновременно Ага, ага Это больше вниз Нет, нет, не вверх Ага Далее 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 Ты сама молодец, так хитро все сделала Все правильно сделала Мы сидим тут ждем от моря погода А ты начинай играть Я не умный По-русски Блин Красиво Ух Ох, милая Ух Он в направлении он как он тянет ее И вот как только он подтягивает сразу хоп Ух 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 Уй Люга Не 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Ну да, он зачем-то ударился. Ну, наверное, у тебя. А, есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, ребята. Мы едем после обеда. До обеда я Богу не поймал. Иван поймал, молодец. И Иена поймал. У меня, наверное, из-за цвета поводка. Надо поменять будет. Но мы сейчас едем на Дорадо. По дороге мы поймали одного Дорадо здоровенного. Он плавал раненый. То есть, наверное, он упал с этой зидростанции. Или камнем его пришибло. И он был такой наполовину уже раненый. Соответственно, мы его подобрали под саком. Нельзя забирать. Сейчас тут веда тоталь. Веда это запрет полный. Хотя, честно говоря, особенно со стороны Уругвая. Это Аргентина, а это Уругвай. Куча бутылок плавающих. А это что значит? Это значит, что на эти бутылки ловят они Дорадо. Это браконьерский способ. И они ловят и нормально. А нам, те, кто платит за лицензию, нельзя взять ни одного. На дороге, если поймают... Вот наблюдайте. Видите, красная бутылка плывет. Там Дорадо уже прицеплено. Видите, хвост подняло. Вон там, вон, смотрите. Все эти бочки, которые вы видите, это все прицеплены мне к крючке и с живцом. И потом оно хватает и плывет. Мы уже встретили много таких. Ну, не будем мы их поднимать, ничего. Вот они. Это браконьерская рыбная ловля. В основном, со стороны Уругвая фигачат эти все бочки. Вон. Прямо видно, какой скорость. Вон сети стоят. А то сети. То есть, браконьерничают здесь по-черному. А если тебя поймают с одним Дорадо, с одной рыбиной в этом самом, то и все стати заберут и еще штраф 100 тысяч выпишут. Так что мы отдали эти местному населению. А если бы мы здесь жили еще хотя бы пару дней, мы бы смогли тоже взять. Но так как мы будем завтра уезжать, мы не берем. Надо было бы здесь сесть, а в дорогу и везти не могу. Дорадо, который мы подняли, я его взвесил. Он 10 килограмм весом и 80 сантиметров диной. Мы его там оставили на берегу, мы отдали местному населению. И бога, который мы поймали, в среднем была, тоже взвесил. То она 50 сантиметров и 3 килограмма. Это боги. А то Радо был 10. Едем в те места, вон там лодки стоят, попробуем на спиннинги ловить. Ну а местные, которые вот, это настоящие браконьеры. То есть плевать они хотели на все спиннинги, на все остальное. Они закидывают сети, они закидывают как бы этот самый. И бесконтрольно тут вылавливают все, что такое можно. А турист, который приезжает, платит 15 тысяч за день, чтобы спиннингом покидать, 2 тысячи за лицензию. И потом ты уезжаешь без рыбы. Ну или, говорят, съешь ее на месте. Так что вот такая тут рыбалка. А сама река красивая. Мы сейчас едем по реке Аргентина и улыбаем. Вы сейчас едем по реке? Улыбаем. Мы сторони улыбаем. Нет, эта река принадлежит одновременно двум странам. Не делится. Нет. Мапы на карте. Нет. Мапы на карте неправильные. Эта река не делится посредине. Эта река принадлежит обоим странам. Это есть такое конвеню entrepaïsos. Понял? То есть ты, к примеру, эта река принадлежит обоим странам. Ты можешь подъехать к берегу Уругвая, но сейчас за пандемией нельзя пересекать границу Уругвая. Но это не значит, что граница находится по центру реки. Ты можешь подъехать под самый берег, за один метр стоять там все, но ты не имеешь права ступить ногой на землю Уругвая. Это уже будет считаться нарушение границ. Вон бутылки плывут. И так же самое для Уругвайцев. Они могут быть за один метр причалить до Берия, но не могут вылезть из лодки и ступить на берег Аргентины. Вон Аргентина. Это вот такое разделение на реке Уругвай. И так же самое такое же разделение на реке Рио-Лаплата между Уругваем и Аргентина. Это общая река и одна и вторая. Вон сидят. Рыбаки рыбачат. Если на таких лодочках наверняка бросили для приличия удочки, а сами сети свои стереоубили и тромажа кинули. А вот начинаются камни впереди. Садь Тачико называется. И здесь на этих камнях мы вон плавающие бутылки. Видите, плывут вот. Это всё рыбная ловля браконьерская. А вон ещё бутылки плывут. То есть они там накидывают этих бутылок, а потом штуки. Потом соберут. Вот здесь мы будем пытаться делать спортивную рыбалку для канала. Так что не забывайте лайкать, не забывайте подписываться, не забывайте смотреть на это всё дело. Вот прямо по курсу у меня ещё одна бутылка ныряющая плывёт. Вот, смотрите, тащит. Видите, уже её забыли, она уже грязная, чёрт на когда эту бутылку бросили, забыли. Вот камни, посередине камней, там тоже куча бутылок. Мы будем где-то остановиться, чтобы тут пытаться поймать Дорадов. Вот тут куча камней, просто шикарные места. Видите, надо ещё знать, как... Не знай, а тут напоришься мотором надобьёшься. Надо ещё знать, куда и как заехать между какими камнями, чтобы тут порыбачить. Вот тут спиннинг у нас, да? Мы искать своё поиск, а то попробуем. Мы искать, что-то dataset. У нас есть, как-то иискор. Мы искать свою поиск, но я попробую. Иди сюда, мы искать с собой, ты'll этоning. Мы тоже заехали. Поехали в чатку. Шефарятки, запутываешь? Моя шефаритка, запутываешь? Моя шефаритка, запутываешь? Красота! На русском или на испанском? Ну, если можно на испанском, то и чтобы. А если можно на рыбку? Тоже, и так и так, а потом я кое-что выберу на русском, то и на испанском. Окей. Хорошо? Ну, походи, все поснимай, как кружки, как джек, как джек, как джек. Скажи мне, Снасть. Вот на таком мы. Потом дашь мне, ладно. これ polish, не опускаем. Их сад. Их сад. Нет. Тикка-тикка, тикка-тук. Тикка-тука-тук. Тикка-ту. Тикка-тука-тука-тук. Блин. У меня. Банг, а с каль? Да. Баб. Не, не горд, а бальдик. С коробой? Угу. Не знаю. Это мы не будем бросать? А как я выключать? Так же самое. Нажми один раз сверху и подожди. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Поехали. К тому же, что-то глинуло. Сильно? Чувствуешь, что она большая? Стой бак. Давай, это! Красиво! Бойной анганчиком Пьедро, Микарнадо, зацеп, зацеп, я уже думал поклёвка. Тут пока не клевало, поедем снова наверх до моста, может там что поймаем. Там где нашли большого дорадо. Тут только пару раз зацепило, ну один раз оборвало, один раз зацепило, два раза зацепил, нормально. Снова путешествуем по реке. И месяц светит, и солнце светит, и 30 градусов тепла, но на реке так не чувствуется жары. То есть в принципе нормально. Ну мы правда в одних маечках таких термических, так что тоже из-за этого может и нормально, плюс влажность везде. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы заканчиваем нашу день рыбалки сегодня, вот наш главный, это рыбачка наша главная, вот позирует. Вот ты когда спокойнее тебя лучше получается, ты прям такая модельная смотришь, а когда позируешь ты, да, как это. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, мотор запихивает на тачку, видите. И трактором наверх. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok